Вообще, опять-таки, с развитием техники возле кровати теперь лежит только планшет. Да, до этого была электронная книга, но я ее в одном из туров просто расколол. Электронные чернила с одной стороны нравились, с другой стороны, ну, тем, как все это выглядит. Читать приятнее, глаза не устают, но не хватало подсветки, поэтому планшет. Можно в темноте читать. Прямо сейчас читаю волшебную гору Томаса Мана. Очень медленно идет, такое развитие событий тоже степенное. То есть, альпийский курорт. То есть, большая часть событий происходит в голове главного героя. Есть переживания там у господина Каспара. То есть, там как-то развивается сюжет, что-то происходит, но вот прям как на курорте, так и происходит. И поэтому я живу приблизительно со скоростью, собственно, персонажей книги. То есть, там тянутся недели однообразной жизни. И я вот эти вот недели с ними с такой же скоростью проживаю, потому что размышления о прошлом, о времени, о курении, они интересные. И вот читаешь, и так как мне спешить некуда, я закрываю и какое-то время просто размышляю о прочитанном. Вообще не блокбастер. Из того, что в последнее время сильно понравилось, я для себя начинаю открывать классику. Я очень плохо учился в литературе каким-то невообразимым для меня образом. У меня, тем не менее, хорошая оценка по этому предмету. Но очень многие произведения я прочел для того, чтобы сдать какие-то там сочинения, пересказы. То есть, просто для того, чтобы как раз читал ради оценки, что называется. Мне были совершенно неинтересные переживания персонажей. Я не готов был воспринимать эту литературу. И как раз в это время зачитывал с совершенно другими книгами. Хайнлайном тем же Стругацкими, Брэдбери, Шекли, Кларком. В тех вопросах научных фантастов находил для себя гораздо более острые вещи, нежели могли предложить писатели 19 века в основном. Прошло какое-то время и пришло понимание того, что в этих произведениях, несмотря на то, что совершенно другие нравы и совершенно другой уклад жизни, там все равно есть люди со своими какими-то очень глубокими, личными, большими переживаниями. И что из этой литературы тоже, конечно, можно и нужно черпать какие-то идеи, которые тебя необратимо приводят к катарсису, как к совершенно необходимому результату любого творчества. Это, не знаю, вопрос того, как я сам поменялся. Меня теперь трогают те вещи, которые меня раньше не трогали. И с точностью, да наоборот, есть какие-то вещи, которым я охладел совершенно. То есть мне очень сложно заставить себя сейчас обратиться к какому-нибудь фэнтезийному произведению, где будут гномы, эльфы и орки. Я считаю, что я прочел достаточное количество их для того, чтобы не возвращаться к этому в ближайшее время.